Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. У нас новый влог будет с вами. Начнем мы его с распаковки посылочки от Mixit. Там у меня много интересного всего. Комплекс для волос с гиалуроночкой восстанавливающей. Маска должна быть красивая. Сейчас с вами все вместе вскроем, посмотрим и протестируем. Я люблю маски для лица от Mixit, но больше всего я люблю, как они оформляют свои посылки, сколько здесь бывает много всего симпатичного, мимимишного. На этот раз вот так вот в крафт бумагу все упаковано. Много бумаги. Так, все, с бумагой покончено. Вот как выглядит внутри наполнение. Здесь мой любимый, очень классный, очень крутой, девчонки, бронсант, молочко-хайлайтер для тела. Вот такой. У меня уже есть такой пузыречек, он уже кончается. Круто летом применять на загорелое тело, не на загорелое, на бледное. Я вам покажу сейчас, как он работает, это вообще супер. Здесь много очень сияющих частичек. Вот так он выглядит. Я вам покажу потом поближе. И он очень, ну как объяснить. И в то же время и загар придает, да, за счет того, что он вот такого вот цвета. И вот эти светоотражающие частички кожу делают такой вот красивый, выравнивают тон. Если есть какие-то несовершенства, допустим, небольшие там венки, какие-то звездочки на ножках, да, наносим на ножки и практически как вторые колготки, да, как жидкие колготки, знаете, есть такие продукты. Так еще и переливается, все с эффектом загара, ну, в общем, супер. Так, у меня здесь вот такой вот комплекс для волос, девчонки. Это бальзам и шампунь для совершенства волос и поддержания естественного баланса кожи головы с гиалуроновой кислотой. Смотрите, отмечка Glamour, выбор читателей, да, журнала Glamour. Объем обалденный, 275 миллилитров. Вот так все средства приходят запечатаны, чтобы, не дай бог, посылки ничего не протекло. Я вам ссылки все тогда на Миксит оставлю под видео. Проходите, знакомьтесь, смотрите. Комплекс направлен на восстановление и защиту и поддержание баланса кожи головы. Вот это на самом деле важно. У меня сейчас зимой кожа сохнет не только вот на руках, на теле, но и почему-то кожи головы. Я стараюсь, конечно, напитывать маслами и так далее, но все равно как-то сохнет, да. Посмотрим, насколько подойдет мне вот этот уход. Я обязательно потом напишу отзывы в Инстаграм, и с вами вместе протестируем. Глубоко восстанавливает волосы, защищает от повреждений, обеспечивает антиоксидантную защиту. Ну, классно. Интересно посмотреть подушки. Какая-то такая вкусненькая, еле уловимая косметическая душка. А вот что это? А шампунь немножко по-другому пахнет. У него какой-то больше запах свежести такой. Классно, классно, ароматы классные. Так дальше, что у меня здесь было? Вот такая вот девчонки красивучая масочка от Миксит. Это маска-пленка с морским коллагеном и черной глиной. Она очень красивая. Я вам вставлю картинку, как она смотрится. Ну, что я вставлю? Я вам сделаю и покажу. А-а-а! Здесь не было такой защитной никакой штуки. Я себе пролила на руку. Котен, дашь салфеточку. Я себе эту красоту пролила на руку. Маска вкусно пахнет ягодками какими-то, вишенкой, что-то такое. Какой-то как ягодный коктейль. Они у тебя, котен, лежат возле цветочка. Смотрите, какая красота. Она с черной глиной еще. И там много-много вот этих блестящих, красивых штучек и звездочки, и кружочки. Ну, в общем, красота. Сейчас на крышке покажу. Вот как она выглядит. Пахнет приятно очень. Вы знаете, иногда маски-пленки, если они дешевые, особенно бьют в нос спиртом. Здесь такого нет. Прям вкусная такая ягодная дужечка. Класс. Будем тестировать с вами сегодня. Так, и четвертый продукт, пятый получается. У меня тоник. Вот такой вот тоник взяла на пробу Миксит. Очищающий себорегулирующий тоник против черных точек с углем, антибактериальным и антисептическим комплексом Кутипюр. 150 мл. Вот так он, девчонки, выглядит. У меня кожа в теплое время года комбинированная, жирная бывает иногда, а в холодное время года сейчас она у меня нормальная. Но поры все равно всегда расширены. Поэтому я очень люблю вот такие продукты, такие тоники. Мы тоже с вами его протестируем. Но я его, скорее всего, оставлю на весну еще месяцочек. Он у меня постоит, подождет. Тоже вот так все запаковано было прям, чтобы ничего не пролилось. Он черненький. Вот такой не черненький, сероватый. Видите, бутылка прозрачная. Вот тут видно вот цвет тоника. Приятная косметическая душка. Еле уловимая, не сильно бьет. Но спирта вообще не чувствую. По запаху, по аромату. А составы я вам сейчас покажу все поближе. Посмотрим. Так, ну, конечно же, здесь накладная. Как всегда, открыточка вот такая вот от Миксит. И конвертик для кого? Для меня. Для тебя, да. С блокнотиком. Все такое розовое, мими-мишное, девчачье. Ой, какая красота. Вот такая вот открыточка еще. Наклейки новые, котен, радуйся. Какие? Вот такие вот наклеечки. Наклейки всегда они кладут тоже. Так это не новые. Думаешь, были уже такие? Да, были. Вот такая вот открытка. Да, балкон такие у меня есть. 2021 уже. И блокнотик всегда вот такой они кладут. Он пустой. Просто чистые листочки. Ни клетки, ни леднички. Вот такой простой, маленький, такой симпатичный блокнотик для записи. Сейчас у меня его тоже отберут. Ну, давайте покажу вам поближе. Смотрите, чеченки по составам. Сейчас вам покажу. Фокус. Информацию. Маска очищает, матирует, освежает, успокаивает. Это здорово. Не скучай, делай селфи. Так, состав. Вот активные компоненты. Витамин С здорово. Морской коллаген. Черная глина. Экстракт зеленого чая. Мелисса. Депантенол. Состав, кому интересно, можете нажать на паузу. Почитать. Дальше. Хайлайтер. Смотрите, какая красота для тела. Так, вот состав его. Я вам сейчас покажу на ручку пшик. Ну, смотрите, какой он красивый. Тоник. Так. Березовый уголь, антибактериальный, антисептический комплекс. Масла. Экстракт магнолии. Вот состав. Смотрите, я тут спирта пока не вижу. Цветочная вода на третьем месте. Масла. Масла, экстракты. Бензил, алкоголь. Вот в самом конце. Вот он. Да? Это у нас же спирт. Совсем чуть-чуть его, значит, здесь. Ну, и на том спасибо. Не то, что вы его не на первом месте спирт. Так, вот шампунь с бальзамчиком. Так, это шампунь. Шампунь прозрачный, бальзам беленький. Вот информация. Гиалуроночка, витаминный комплекс, ламинария. Ламинария, это вообще классно. Состав. Кому интересно. Эко-продукт. Смотрите. Продукция не тестируется на животных. Так, и бальзам. Тут то же самое у нас с активной компонентой. И вот состав. Все, будем вместе с вами тестировать. Очень уже не терпится. Смотрите, девчонки, нанесла хайлайтер на руку. Как он выглядит, да, капелькой. И вот сейчас разотру и покажу. Смотрите, вот как блестит рука. Видите, эти блестки. Все они переливаются, мерцают. И выровнялся в целом. Выровнялся тон фокус. Выровнялся тон кожи. Вот. Они все блестят, переливаются. Сейчас вот две руки для сравнения вам покажу. Вот, девчонки, одна рука. Да? То есть эффект загара. Такой бронзирующий эффект. Очень красивый. И самое главное, что равномерно распределяется. То есть, ну, не пятнит, нигде ничего. Это классно. Эффект такой загара. И вот эти вот блестки. Очень красиво куда-нибудь. Вот на вечеринку. Так, и вторая рука. Она... Вот как выглядит. Фокус. Фокус. Она гораздо бледней. Ну, и, конечно же, здесь нет блесток. Но почему ты фокусируешься на пледе? Фокусируйся на моей руке. Бледной. Вот. Мне очень удобно. Одной рукой снимать, да? И вот эта рука. В общем, классно. Такие продукты от Миксит мне очень нравятся. На самом деле, на лето, на теплое время года, прям вообще здорово. Ну что, девчонки, помыла я волосы вот этими вот средствами. Что могу пока сказать? Шампунь до скрипа. Отмывать до скрипа, но в то же время волосы не спутывает. Очень комфортный. И как-то вот, знаете, у меня после окрашиваний последних, и вообще сейчас почему-то в зимнее время года, бывает шелушение кожи головы, в основном у линии роста, да? Ну, может быть, где она подожглась во время окрашивания. Сейчас такого нет. Это видно у меня сразу после помывки, есть шелушение или нет. Сейчас нет. Сейчас у меня только скатка на лице осталась. Так что шампунь понравился. Мне вообще средства, которые в последнее время для волос от Миксит пробую, очень нравятся и подходят. По бальзаму. Бальзам тоже очень комфортный. Волосы сразу, моментально делают гладенькими. То есть это ощущается, да? Особенно если у вас волосы поврежденные, после шампуня они становятся немножко жесткими. И проверить, работает бальзам или нет, очень легко, да? Волосами по рукам проходишь, все, они сразу, моментально, как наносятся, разглаживаются. Поэтому пока да, буду тестировать дальше. Расскажу вам обязательно потом о своих ощущениях. Я уже очистила свое лицо, умылась сейчас утро у нас. Умылась, делала скатку. И теперь завершающим этапом очищения хочу нанести вот этот вот очищающий, очищение, очищение, тавтологию у нас. Себорегулирующий тоник, черненький вот этот. Против черных точек с углевым, антибактериальный антисептический комплекс. Именно его я хочу нанести под маску, а не после маски, потому что после маски я люблю такие тоники, тонеры, сыворотки, более-менее питательные сейчас. Так, посмотрим, как он выпьет. Он такой надийский серенький, видите? Запаха, я вам уже говорила, никакого спирта нет. Это очень здорово на самом деле, хотя мы его там в конце сам нашли с вами, да? И теперь мы с вами доочищаем нашу кожу и посмотрим, как он поработает сейчас с порами. Запах классный такой, приятный. Ну, никакого дискомфорта там Женя или еще что-то не вызывает, оно и понятно. Судя по составу, мне кажется, будут сжечь и сушивать лицо те тоники, которые имеются в составе спирт наверх. в разных местах, да? Пока мне все нравится, даже по глазам, если пройтись. Ничего не щипет, кстати, комфортно очень. Все замечательно. Так, что касается пор. Ну, не знаю, не так у меня в нормальном состоянии очищенные. В принципе, не пересушенное лицо. Я бы даже сказала, слегка увлажненное. У нас там с вами экстракты какие-то в составе были, да? Не пересушенное и увлажненное, да? Никакой сухости нет, нет никакой потребности после, как бывает очень часто, после очищающих тоников, да, нанести прям какой-то крем или что-то на лицо скорее. Нет, все нормально. Лицо очищенное, гладенькое, увлажненное, липкости никакой нет, дискомфорта никакого нет. Тон ровный, поэтому тоник хороший, мне нравится. Достаточно щадящий, потому что если мы свое лицо, жирное либо комбинированное, пытаемся подсушить спиртами, да, тониками спиртовыми, то у нас оно, как ответная реакция, наоборот, будет выделять больше себума. Поэтому я сейчас стараюсь выбирать продукты, не содержащие спиртов и более-менее деликатные. И могу сказать, что моя кожа имеет сейчас нормальное состояние. То есть абсолютно нормальная. Она не жирная, не комбинированная, не сухая. Все с ней отлично. Вот, поэтому тоник понравился. Хорошо, увлажняет. Это здорово, на самом деле. Ничего не присушивает. Прям красота. Так, сейчас будем делать масочку. Но перед этим, девчонки, я взяла чашечку. Я хочу нанести еще тонировочку на волосы. Хочу такую шайтан-смесь себе нанести и затонироваться. Мы с вами в прошлый раз эту стель пробовали оттенок, оттенок, оттенок. Мы с вами пробовали перламутровый. Сейчас я хочу, не знаю, какой взять. Ну, пепельный, наверное, давайте что ли возьмем. Пепельный. Я хочу туда добавить немножко 6-7. Чуть-чуть, прям совсем 6-7. Посмотрите, что получится. Я сейчас в чашке смешаю. Пепельный мы с вами уже смотрели. Он такой светленький. Такой светленький, поэтому я и взяла тот оттенок. Он как-то был самый темный. Сейчас я больше половины выдавлю в чашку. Вот как он выглядит, кстати. Вот так. Чуть-чуть туда добавлю 6-7, но у меня здесь много и нет. Так, немножечко. Еще даже останется, если понравится. Вот, немножко. Все это дело сейчас будем перемешивать. С вами наносить на волосы. И пока будет работать маска, как раз, думаю, бальзамчик должен схватиться. Ой, прям коричневенький какой-то, слушайте. Получается. Еще, что ли? Я, наверное, еще сейчас добавлю пепельного, да. Потому что какой-то прям сильно коричневый получился. Сейчас как потемнее и опять снова. Но оно, конечно, смывается, хоть и не сразу. Так, все, я всюду выдавила. Я люблю так, чтобы прям на волосы много попало состава тонирующего. Такой интересный оттенок получается. Но он пепельный, но темноватый. Поэтому сейчас посмотрю, сколько буду держать. Не знаю, в общем, сейчас я эту всю смесь на волосы, девчонки, нанесу. И мы с вами будем тестировать вот эту красивую чую масочку от Миксит. Не сладюсь, что я все смесь на волосы. Мне кажется, я как-то быстро темнею. Но красивый отлив. Реально пепельный. Если бы я сделала одним пепельным оттенком, мне кажется, ничего не изменилось бы. Ой, тут прям отлив точно красивый. Я надеюсь, я не буду сильно темная. Я очень надеюсь. А сейчас мы будем тестировать вот эту масочку с вами от Миксит. Красивую, с блесточками. Витамин С, морской коллаген, черные глины, экстракт зеленого чая, мелиса Д-пантенола. Она у нас заявлена как... Что она будет с нами делать? С морским коллагеном черный крой. Так. Очищает, матирует, освежает, успокаивает. Погнали. Сейчас проверим. Маска очень красивая. Я взяла лопаточку. Ой, она прям жиденькая. Вот для маски пленки она жидковата. Сейчас многие производители делают эти искрящиеся масочки, да? Сейчас потоньше постараюсь нанести, чтобы побыстрее высохло. Из того, что я последний пробовал, мне вот очень понравилось. Я вам говорила уже от Эвелин, да? Тоже такая искрящаяся. Мы с вами делали от нее лицо. Прям потом сияло. Надеюсь, что и здесь масочка нас не разочарует. Так. Так. Маску-пленку на веки я не наношу. У меня почему-то все маски-пленки очень долго на лице высыхают. Не 15-20 минут, а даже бывает и полчаса. Но это, наверное, потому что толстым слоем. Сейчас постараюсь потоньше нанести. Красота! Красота, девочки, страшная сила. Вообще, гламурная масочка какая. Так на лице пока комфортно все. Глаза не выдирает от наличия спирта. Потому что маски-пленки, мне кажется, во всех масках-пленках спирт есть, да? Для этой консистенции. Хотя нет, наверное, не во всех. Сейчас посмотрим, как будет сниматься. Я помню, у меня жесть самая была. Это белорусская маска черная с углем. Ох, вот там вообще с верхним слоем кожи снималась она. Так, все, хоре. А то сейчас на слое опять будет 3 часа сохнуть. Вот такая вот красота. Смотрите, как все переливается. Звездочки, блестки разноцветные такие тут. Красиво. Любит это миксит, такие вот гламурненькие продукты делать. Здорово. Что для тела сияшечки, что для лица прям супер. Ну все, хожу, пока высохнет, потом к вам возвращаюсь. Ну что, девчонки, маска высохла достаточно быстро, меньше 20 минут. Тоненький слой, хорошо. Сейчас чувствую, что лицо немножко стягивает. Вот, сейчас будем снимать, смотреть. Мне уже быстрее хочется смыть волосы, потому что мне кажется, я потемнела. Так, где тебя выцепить, родимая? Вот. Выцепляем маски-пленки, мы снимаем снизу вверх. Ах. Ощутимо. Ощутимо прям. Прям так, ах. Эффект пилинга будет однозначно. Сто процентов. И легкой депиляцией может быть даже. Я люблю такие масочки. На самом деле кожа у меня их любит. Действительно хорошо очищает. Сейчас посмотрим. Хочется ее снять одним куском. Но так как у меня слой был очень тонкий, она в одним куском не очень хочет. Но ей придется. Так. Ох. А-а-а. Прям да. Незабываемое ощущение. Маска действительно очищающая. Снимается она так достаточно агрессивно. Кто такие продукты не любит. Девчонки, вам не понравится. Я люблю. Так. Лоп-лоп-лоп. Ух. Местами кое-где осталось. Сейчас будем доснимать. Какие чистые поры. Девчонки, эффект какого-то выбеленного лица. Вот это да. Это точно могу сказать. У меня лицо прям и оно матированное. Но нет сухости и стянутости. То есть когда маска была на лице, была стянутость. Сейчас нету. На бровь заехала. Очень белое лицо. Не знаю, вам видно, не видно. Какой-то эффект как будто выбеливания. И поры очень-очень узкие на носу прям. И чистые. Цвет лица ровный. Оно матированное. Слушайте, я эту маску оставляю на теплое время года. Однозначно. Дождется она у меня своего часа. Сколько у нас хранится открытый продукт. Нету значка на банку. Есть. Три месяца. Нет, девчонки. Ну ладно, с марта хотя бы. С марта, апрель, май. Вот эти месяца. Март, апрель, май. Да, три месяца открытая баночка хранится. И потом уже все. Так, все кусочки надо поснимать и быстрее смывать волосы. Потому что там что-то назревает. Я это чувствую. Так, все. Я сейчас еще, наверное, тоником пройдусь. Еще разочек. Чтобы остатки маски убрать. Если они где-то есть. Так понравилось. Девчонки очень понравилось. Я люблю такие продукты. Вы знаете, как-то и подтянуло лицо. У меня, мне кажется, до маски я только недавно проснулась. Были какие-то очки под глазами. Сейчас их нет. Как-то лицо свежее выглядит. И матирование. Прям матирование. Для кого такую маску посоветовать могу? Для обладательницы жирной комбинированной кожи? Для обладательницы расширенных пор однозначно. Они прям сузились и вообще практически незаметно. Это круто. У меня на самом деле такой эффект был только от маски 3 в 1 Фаберлик Эксперт Фарма. Которая у нас от черных точек. Там вот такой временный эффект. Сужение пор, затирание. Их практически не видно. Крутой очень эффект. И вот здесь такой же я вижу. Здорово. Мне понравилось. Очень классно. Как раз у меня все маски-пленки покончались. А я люблю. Люблю на самом деле. Чтобы потом не смывать. Мне нравится использовать маски-пленки. Вот еще тоником прошлись. Так, следы маски все с лица удалили. И теперь вообще красота. Вообще красота. Лицо очищено. Осталось нанести только уход. Так, из ухода я сейчас возьму Био-глоу. Ой, Био-глоу. Биомика. Немножечко. Лицо с вами спрыснем. И кремшек. Кремшек возьму. InfoW матирующий. Сейчас его на постоянной основе на день использую и добиваю. Не скажу, что он прям для этого времени года хорошо подходит. Но тоже нужно добить, потому что здесь у нас срок скрытой баночки 6 месяцев. Поэтому до лета он уже не доживет. А так крем, конечно, вот эта линейка вся, она для жирной комбинированной кожи подойдет, для подростковой и больше на лето. Мне сейчас коже хочется больше питания. Хотя здесь тоже неплохое увлажнение. Есть. Оно присутствует. То есть крем не такой прям матирующий, как, допустим, кислородный баланс, да, но в то же время он матирует. Есть легкое увлажнение, не хочется питания. Видите, личико даже немножко блестит, да, от него сейчас впитается, не будет блестеть. Я пошла быстро смывать волосы и покажу вам потом цвет волос. Ну что, мои хорошие, вот так выглядит цвет. Мне очень понравился. Не стала я сильно темной, такой естественный, красивый. Уже как-то такой, как таковой, рожены нету, да. Я теперь, наверное, к этим светлым масочкам буду добавлять 6-7 немножко все-таки. Смотрите, какой красивый. На солнышке, как он выглядит. Ну, солнышко, солнышко постоянно прячется куда-то. Облаков нету, но здесь из котельной дым. Из трубы. Вот. Красиво, мне понравилось. Тонировалось здорово, не стало, слава богу, сильно темной. Все супер. Ну вот и все, мои хорошие продукты от Миксит. Мне тоже понравились. Буду наблюдать дальше за уходом, за волосами, как он себя поведет. Пока все супер. Обязательно в ближайшее время пост напишу в Инстаграм. Ссылки все полезные под видео. Проходите, знакомьтесь на Миксит. Я с вами прощаюсь до следующих роликов. Всех люблю, целую, всем пока-пока.